Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Это решает вопрос нехватки педагогических кадров, но не решает вопрос финансирования у них учреждений. — А мы, кстати, сейчас можем на эту тему подискутировать. У нас как раз-таки представители педагогического сообщества. Но это наша не основная тема такая будет. Но все-таки. Во-первых, мы говорим «Добрый день Игорю Олену». Это директор средней школы поселка Вахруши Слободского района. Добрый день. — Здравствуйте. — Вы сегодня со своими коллегами к нам приехали. Ну, коллеги у вас представляют дошкольное образование, заведующие детскими садами. Одними из которых находятся в поселке Вахруши. Галина Оглоблина. Галина Леонидовна, добрый день. — Добрый день. — И Светлана Пысина. Светлана Павловна, здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну что, поговорим немножко о проблеме? — Ну, можно. — О нехватке педкадров. А потом уже обозначим нашу основную тему, с которой вы с нами сегодня пришли. Как вы относитесь, Игорь, к тому, чтобы каким-то образом подумать над тем, чтобы закрепить выпускника молодого? — Ну, все равно проблему нехватки кадров на селе надо решать. Поэтому, наверное, любые варианты, любые идеи здесь можно обсуждать, можно и попробовать. То есть, конечно, будут вести разговоры с теми выпускниками школ, которые будут поступать на педагогические специальности, и уже прописывать заранее в контракте, в договоре, что вот нужно будет на определенных условиях затем приехать в село и отработать какое-то количество лет. — По большому счету, Казахстан об этом и говорил, некий контракт. — Некий контракт, только заранее оговорить. — Там еще оговариваются штрафные санкции, если человек этот контракт не исполняет. — Да, и, наверное, здесь только какие проблемы возникнут. Возникнет проблема того, что за пять лет в жизни этого человека может что-то измениться, да, он может, например, брак заключить, дети у него могут появиться. — Да, в личном плане, да. — И насколько, и это вот конкретно какая школа, если он будет знать, что я именно в эту школу приду, это один момент. А другой момент, если просто по распределению, там, где потребовался он, да, вот он приедет, и в каких условиях он там окажется, то есть где он там будет жить. И у нас есть ведь населенные пункты, куда он приедет, и там бывает нет ни сберкассы, ни интернета, ни почты, ни магазина. Может быть, его эти условия настолько не устроят, что он даже заплатит эти штрафные санкции. — Лишь бы оттуда убежать. — Убежит оттуда все равно. — Да, просто не ехать. — Поэтому комплексно надо все равно решать эту проблему. — Понятно. — У вас, конкретно вашей школе, которую вы возглавляете, существует сейчас нехватка, какой-то дефицит педагадров? — Каждый год проблема такая возникает, потому что некоторые люди уходят на заслуженный отдых, и найти молодого специалиста очень непросто. Есть, конечно, ребята, которые учатся в ВУЗе, и мы ждем их по ряду специальностей. Но вот, например, на следующий год у нас есть, вот на данный момент мы ищем человека, который бы работал, например, учителем русского языка или учителем математики, и это довольно непростое дело найти. — Как долго уже ищете? — Ну вот мы сейчас начинаем готовиться к первому сентября, с людьми говорим, что кто-то уже собирается завершать карьеру, кто-то берет годичный отпуск, и нам надо, кто-то в декрете, и нам надо решать этот вопрос. — Нет, при том, что школа в Ахрушах, ты знаешь, от областного центра-то совсем рядом. — Да. — Это ведь не какая-то там отдаленная. — Не самая далекая, отдаленная населенная. — Можно сказать, часть большого Кирова нашего будущего. — В любом случае он разрастается куда-то, да, и границы его расширяются, конечно. — А сейчас существуют какие-то, вы готовы предложить какие-то меры поддержки, помощи начинающему педагогу? — К сожалению, здесь у нас возможности очень маленькие. Единственное, о чем мы говорим, мы понимаем, что сегодня молодой специалист, если он придет на не очень высокую заработную плату, он ездить ежедневно из Кирова до Ахруши просто не будет. Цены очень большие, 100 рублей в одну сторону, 100 рублей в другую, просто ему невыгодно экономически ездить. Поэтому мы с администрацией договариваемся о том, что на первое время вы предоставляли общежитие, хотя бы эта возможность порой бывает, и у нас целый ряд учителей. — Общежитие там есть? — Да, там есть общежитие, и предоставляют нашим педагогам. На первое время это их устраивает, пока они молодые еще. Так что вот. — А в дошкольном, как образование, в детских садах в Ахруши? — Да, детский сад номер 5, например, мы пока укомплектованы. — Вы возглавляете, да, 5-й детский сад? — Да, 5-й детский сад. Пока мы на данный момент укомплектованы всеми, все кадры у нас есть, но, конечно, идут работать не все специалисты. Например, нам нужны конкретно работники дошкольного учреждения, воспитатели, по должности воспитателей. Идут работать учителя начальных классов, психологи. — Ну, это не возбраняется. — На данный момент нас устраивает, люди проходят курсовую подготовку, аттестуются. — То есть переподготовка-то проходит все равно, да? — Да, да. Ну и, конечно, очень сложно бывает найти музыкального руководителя в данный момент. — А предложите Николаю, кто же меня отсюда отпустит. — Ранее были. — А в чем, нет людей с образованием соответствующих? — Раньше готовил Пет-колледж, конкретно Слободское дошкольное училище, готовило целенаправленно музыкальных руководителей. Сейчас этой подготовки нет, и поэтому это очень сложно, например, найти такого специалиста. — А просто выпускник музыкального училища? — Ну, наверное, мог бы, но тоже где его найти, на такую зарплату. — А сколько зарплат? — Среднее в нашем районе считается, у дошкольных работников 17, но туда включаются коммунальные льготы. — Светлана Павловна, у вас в детском садике как обстоят дела? — На сегодняшний день тоже мы 100% обеспечены педагогами и квалифицированными кадрами, но возрастная категория наших педагогов 45 и выше. — То есть вскоре эта проблема все равно возникнет? — А музыкальный руководитель есть? — Есть музыкальный руководитель после музыкального училища, но вот, конечно, специалист, умница и выдает все, что, как говорится, положено. Но чтобы прийти к этому, пришлось много лет потратить на это силы для того, чтобы все равно у нас, у дошкольников, своя специфика. — Это маленькие дети, которые, и мы живем, это единый дом. И все общее, и все вместе, и поэтому тяжело. — Ну, в общем, вы согласны с тем, что этот вопрос надо поднимать, его нужно обсуждать с обеспеченностью, да? — Проблему-то, которую все равно надо решать. — Ведь это сколько уже продолжается-то? Вот сколько об этом говорится-то уже? Много-много лет? — Много-много лет. — Собственно, как мы начали жить, наверное, в новой стране, так проблема-то вот оттуда, наверное, идет из 90-х. На ваш взгляд, Игорь, какие еще меры поддержки нужны? — Ну, как-то начала у нас реализовываться программа «Служебное жилье». У нас в Ахрушах было два земельных участка выделено под строительство этого служебного жилья. Один дом был введен, и хотя не так много педагогов там получили квартиры, но даже все равно они закрывали какие-то вакансии. На многие годы люди живут, поэтому мы, например, ждем, когда эта программа продолжится, и второй такой дом появится. То есть мы еще сможем пригласить несколько человек, когда он получает нормальную квартиру, он и будет работать здесь уже действительно всю жизнь. — И другие люди будут понимать, что есть перспектива какая-то, да, вот если строиться будет? — Да, если бы они планомерно строились хотя бы, ну пусть не так много, не так, как бы мы хотели, но все равно было бы ясно, что в этом году построим, через два года построим. — Понятно, человеку скажут, что через пять лет там все равно перспектива будет понятна, будет знать. — Почему он здесь работает, что здесь останется? — А имеет право на это жилье в тот период, пока он, собственно, работает, да? — Работает, живет, уволился, освободил. — А, служебная. — Так и называется, служебная, все по-честному. — Нет, ну в любом случае интерес-то есть продолжать работать, да, если тебя устраивают эти условия проживания, то почему бы и нет? У нас сейчас небольшая пауза будет, мы скоро продолжим, и уже к нашей странной теме перейдем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — С гостями из поселка Вахруша, я напомню, мы сегодня общаемся. Игорь Олин, директор средней школы этого поселка, и заведующая детскими садами двух детских садов из пяти, да, вы сказали? — Да, из шести, по-моему. — Из шести поселки это Галина Леонидовна Оглоблина и Светлана Павловна Пысина. Всем еще раз здравствуйте. — Да, если вы, слушатели, пользуетесь активно нашим сайтом, кирова.ру, то я обращаю ваше внимание на раздел «Блоги». Там регулярно, в том числе, ведется и блог Игоря Олина, и вот самая его последняя запись, последний текст. — С очень длинным и интересным названием, да? — Не смотри сюда, Игорь, тебе всю ночь не уснуть. Или как мы побывали в школе Татарстана. — Да, мы с удовольствием прочитали это и решили пригласить вас лично с тем, чтобы вы поделились своими впечатлениями о вашей поездке. Эта поездка, она была чисто вот вашей частной инициативой, вы воспользовались тем, что каникулы, неделю они продолжаются, весенние каникулы. Оформили там эту поездку, как-то взяли. — Договорились, я так понял, что сейчас на порядке, да? — Мы договорились, да, взяли отпуск на три дня и отправились. — Ну давайте, вот очень, я думаю, полезно будет нашим слушателям сегодня узнать о том, что вы увидели, пообщались. — За границей, можно сказать. — С своими коллегами. — Бывали за границей. — Сколько у вас человек ездило? — 12 человек. — 12 человек. Ну вы газель, да, написали? Наняли? — Выбор на школу пал тоже очень интересный. Вы просто обзванивали, да? Где вас могут принять? И вот там ответили, сказали, приезжайте, и все хорошо. — Да, первая школа, которая ответила, они сразу согласились. Другие школы, которые были потом на этой встрече, они несколько ревностно за этим наблюдали, и они спрашивали, почему-то именно вы эту школу выбрали, а не нас. Ну так всегда бывает в образовании конкурентная среда определенная. Ну и мы вынуждены были объяснить, что так как мы ничего о вас не знали все равно, то в принципе нам было просто интересно посмотреть опыт любой школы. — Как долго взревала вообще эта идея? Когда она появилась, заразилась о том, чтобы надо съездить, посмотреть? — Ну у нас опыт не первый, у нас такой мобильный довольно народ, руководители учебных заведений, и мы некоторое время назад ездили на курсы. Есть такой журнал, интернет «Заучинфо», и мы ездили к ним на курсы в Анапу, тоже примерно этим же составом. И жили там, ну и заодно совмещали как отдых с работой, и общались с людьми из самых разных регионов. То есть там было больше десяти регионов, такие же группы, приезжали из Якутии, из Нижнего Новгорода, например. — Как Мосбарком какой-то такой, педагогический. — Да, там целый отель посвящен именно только педагогическим вопросам. И там каждый вечер кто-нибудь выступал со своими наработками, представлял там свои учебные заведения, какие-то интересные идеи. Это были всероссийские семинары, которые транслировались в интернете, и их можно было посмотреть на сайте этого издания «Заучинфо». — Они такие неформальные или какая-то официальная поддержка соответствующих структур? — Там есть, это, по-моему, не государственное образовательное учреждение, но они выдают именно свидетельство, удостоверение об окончании курсов, там и информационные технологии, и такие. У них есть такое право, причем у них юридическое лицо в Санкт-Петербурге, и поэтому документы именно в Санкт-Петербурге мы получали. Все очень полезно при аттестации, это очень помогает, то есть все учитывается, их документы. Но самое интересное было именно общение с людьми из разных регионов, потому что везде есть определенная специфика, и всегда интересно послушать, чем ты, например, отличаешься от другого. Иногда в лучшую, иногда в худшую сторону, все равно такое сравнение идет, ну и всегда коллегам интересно пообщаться. — Обычно же, когда едут куда-то, да, едут, обмениваться опытом, правильно? — Да, обмен опытом идет. — И вот обычно для обменов опыта выбирают какие-то такие, ну, передовые заведения, такие не раскрученные, крутые. Я смотрю, в Татарстане школа такая у вас была, просто обычная школа. — Да, у нас было желание посмотреть именно обычную школу, потому что мы самые обычные школы. — Нераспиаренную такую школу, да, потому что мы понимаем, что если официально все это организовывать, как часто бывает, то привезут в ту школу, которая специально подготовлена. — Причесана, вылезана, все знают, что отвечать на любой вопрос. — Да, да, да. А порой в обычных школах бывают такие изюминки и такие интересные люди, с которыми можно пообщаться, поделиться и что-то узнать. — Итак, в воле случая вы оказались в средней школе села Чепчуги, или Чепчуги? — Чепчуги. — Чепчуги, все-таки, да, республики Татарстан. — Ну, давайте по порядку, да, расскажите. — Что за школа? Чем она отличается? — Небольшая школа, чуть больше ста человек учеников в этой школе, коллектив небольшой. — То есть она меньше, чем ваша? — Ну, у нас-то все-таки школы считаются городского поселения. — Ну, вообще-то да, да. — У нас 900 учеников. — Ну-то я говорю, что значительно меньше вашей. — Но те школы, которые есть в Слободском районе, основная их масса, они как раз вот именно такие. И нам было интересно посмотреть на опыт. Я сразу скажу, что мы когда потом ехали уже из этой школы и общались друг с другом, делали какие-то выводы, мы были с собой довольны в том плане, что в образовательном, с образовательной стороны мы ни в чем не уступаем, на наш взгляд, конечно. — В смысле качество образования? — Да, качество образования, идеи. Очень многие наши находки у разных школ, которые там звучали, они вызывали неподдельный интерес, и люди спрашивали. Кое-что там записывали, кое-что фиксировали, говорили о том, что нам тоже надо это попробовать, и это было здорово. Соответственно, и мы кое-что посмотрели, чем занимается вот такая Казанская школа. Там были представители школы не только этой, там были директора нескольких школ самых разных, и они тоже участвовали в разговоре. Но что сразу бросилось в глаза, это именно внешний облик школы, ее материальная база. — Внешняя и внутренняя, соответственно. — Оснащенность. — И оснащенность. — Техническая сторона, да. — Потому что... — Материально-техническая. — Ну вот случайный выбор, я просто потом поинтересовался у всех директоров, которые там были, чтобы они сравнили свои учебные заведения с этой точки зрения, со школы в Чепчугах. Они сказали, что у нас примерно вот это же самое все есть, или даже лучше о нем говорили. — Ну давайте несколько слов опишем, чтобы наши слушатели представили. Пластиковые окна, да, вы написали. Приличный, в общем-то, ремонт, причем ремонт регулярный, ежегодный, да. У них не понравилась система именно планового капитального ремонта. Она проходит не за счет муниципалитета, потому что тоже, видимо, в муниципалитетах там с деньгами не все так хорошо и гладко, но там есть какая-то республиканская программа, и они каждый год несколько учреждений в каждом районе капитально ремонтируют. Причем не просто вот так, у нас говорят иногда капитально, но сделают что-то одно, да. А там вот если эта школа в Чепчугах, она попала под капитальный ремонт год или два назад, то там, соответственно, у них сделали кровлю, у них заменили все окна, у них сделали декоративный ремонт в коридорах, там симпатичные такие коридоры. У них поставили все новые двери внутри помещения, у них постелили противопожарный линолеум, и у них полностью сделали освещение в коридорах. А уже родители подключились, и они сделали такое же освещение в кабинетах со светодиодами. Ну так, мы об участии родителей чуть позже поговорим, да. Еще хочу уточнить, когда школа была построена, что она собой представляет? Один этаж, два этажа деревянных? Два этажа, кирпичная школа, построена, скорее всего, была, как у нас в советское время, школы строили, наверное, 70-80-е годы. То есть такая типовая школа советская, да, двухэтажка. Да. Так, что там еще делается для того, чтобы она находилась в хорошем состоянии? Ну вот эти вложения. Больше что-то там еще особенного нет, но вот именно выделяются деньги и профессиональные какие-то организации. Не хозспособом, как часто у нас происходит весь этот ремонт. Деньги с миру по ниткой собрали, потом рабочих привлекли кого-то, кто-то делал, что сами школы. Да, чаще родители просто пришли, родители стали там поколотили, покрасили. Сделано именно качественно, потому что специалисты делают, те, кто разбираются, как это можно сделать, и делают качественно. Ну и все довольны там. Простите, уточню, а население-то в целом чепчугов? Четыре тысячи. Четыре тысячи? Четыре тысячи. Совсем небольшой поселок такой. Подождите, четыре тысячи, это не единственная школа получается, да? Или единственная? Единственная. Одна школа. Одна школа. И один детский сад. На населенный пункт. Да. А детский сад там тоже есть? Да. Он не соединен с этой школой? Нет. Вот мы были... Вот это я думаю, что мы точно в детском саду побывали. Да, конечно. А там как? Давайте расскажите. Точно так же, это детский сад с 79-го года, значительно уже 37 лет. Возрастной. Да, возрастной, можно сказать. Тоже к кирпичному исполнению. Материально-техническая база, это, конечно, очень хорошая. Точно так же они после капитального ремонта. Конечно, для нас, для заведующих районных детских садов, удивительно, что все заборы металлические. Все как положено, да. О чем бы нам очень хотелось мечтать. Сантехника заменена. Та у вас какой забор? Так у них тоже должен быть металлический, да где же денег-то взять? Ну, это забор, у вас есть забор-то? Ну, есть, конечно. Не плетень какой-нибудь? Ну, пока деревянный. Деревянный. Мы только мечтаем. Придут же дяди пожарные, скажем так, удивляй. Конечно, материальная, техническая база очень хорошая после ремонта. И пластиковые окна, и сантехника. Все как должно быть, отопление, все замечательно. Мы, конечно, там поделились опытом, как мы работаем. Тема у нас семинара вообще была реализация федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных учреждениях. И мы рассказывали о том, как у нас это происходит, наполнение вариативной части образовательной программы. Мы рассказывали... Так, надо тут пояснить, тут уже такая специфика пошла. Есть обязательно... Есть обязательно, которую нельзя изменить. Есть обязательно, которую можно проявить. Есть, которая вариативная называется, да. Где можно что-то выдумывать и пробовать. Ну, и мы рассказывали, например, я о своем детском садике делились опытом работы и рассказывали, какое наше приоритетное направление нашего детского сада. А какое? Это социально-коммуникативное развитие. И мы о формах работы рассказывали своего учреждения. Ну, я думаю, что они тоже заинтересовались, взяли наши координаты. Ну, я думаю, что... То есть что-то новое от вас они узнали? Да, через сайт будем общаться. Мы восхищались их внешним видом, а они нашим наполнением содержанием образования. Конечно, хочется отметить... Как бы это все соединить? Вот это и дело. И у нас при чем все было соединено? Какие они гостеприимные. Как они нас встречали? Прямо изумительно. Мы только вышли из автобуса, и нас уже с караваем из... Как называются их национальными? Чек-чак. 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 Да, все это уже дети. Это вообще такой татарский поселок. То есть там в основном татары живут. Да, да, да. То есть такой... И они встречали нас так в национальных костюмах. Очень было приятно, конечно. Детский сад четырехгрупповой, и у них три группы русскоязычные и одна группа татарские детей. То есть по-татарски говорят уже? Да, и у них есть преподаватель татарского языка. А вот те русскоязычные группы, они татарский язык тоже учат, нет? Да, учат. Тоже учат, да? Учат, да. Вот этот преподаватель ведет образование, наверное, дополнительное образование на татарском языке с детьми. И нам показывали развлечение для нас, Масленицу. Часть детей говорила на русском. То есть вам показывали Масленицу? Да. Часть детей говорила на русском языке, часть детей на татарском. Конечно, интересно. Конечно, интересно. А вам нужно было сабанту и готовить, наверное. Наверное. А когда они к вам приедут, вы им сабанту и покажете. А я вам Масленицу, мы сабанты. Санна Павловна, у вас за что зацепился взор? Ну, тоже вот. Слух. Содерживает внешний вид и кафель кругом, и новые мебели. Капель, детские игрушки. Вот материальная оснащенность, конечно. Конечно. Наша желает... Это своя тоже республиканская программа, видимо? Ремонт подошкольного образования. Они подчиняются одному управлению образования. Причем у них начальник управления образования является замом главы Высокогорского района. То есть у них статус образования выше, чем обычно у нас в области. И внимание, конечно, которое уделяется образованию, потому что вот приехал у них начальник, он тоже выступал, представлял и в целом Высокогорский район, и представлял, чем они занимаются в области образования. То внимание самое-самое пристальное. У нас, конечно, тоже стараются внимание определенное уделять образованию. И в нашем-то бюджете ведь образование большой кусок. Главный кусок. Главный кусок все равно. Просто возможности вот республики и области, они радикально отличаются. А поясните еще, пожалуйста, вот Вы как руководитель, да, директор школы. Так если что-то в школе нужно сделать, материально-техническая часть, Ваши действия каковы? Вы куда обращаетесь? Ну так как мы казенное учреждение, у нас нет какого-то стороннего финансирования, только бюджетное, то мы сначала выходим с заявкой на финансирование к своему учредителю, которым является управление образованием в районе. Соответственно, на уровне муниципалитета все заявки, когда собирают, то они принимают решение, что является приоритетом. Недавно у нас на совещании звучала такая цифра. У нас есть предписание на садиках и на школах Роспотребнадзора и Госпожнадзора на общую сумму 10,5 миллионов рублей, если все это выполнять. И это предписание, которое до 1 сентября. Нам выделяется на ремонт, то на ремонт ежегодно, в последние 3 года, выделяется примерно миллион-полтора. Да, при нынешнем финансировании, то есть 10 лет надо только потратить на то, чтобы исполнить предписание. А за это время появятся новые. А предписание они ведь не пишут, что там вы замените окна или там что-то еще. У них другие вещи, да, их интересуют с точки зрения санитарной безопасности и пожарной безопасности. А не то, что родитель увидит и скажет, вот это как красиво. Их красота не интересует, а именно вопросы выполнения нормативов. А в Татарстане школы разве не казенные? Всебюджетные. Бюджетные. То есть они еще и какие-то внебюджетные средства могут привлекать, да, как-то зарабатывать часами? Они вот, этот же татарский язык, наверное, платный кружок ведут родители и, соответственно, в учреждениях появляются какие-то денежки. В саду только преподавание английского языка платные, остальные услуги бесплатные. Ну, давайте уже вот об этой стороне чуть попозже поговорим. У нас реклама, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжайте наш разговор с Игорем Олиным, директором средней школы поселка Вахруши Слободского района, и Галина Оглоблина, и Светлана Пысина. Это заведующие детскими садами в поселке. Мы говорим о вашей рабочей поездке в республику Татарстан. Вы посетили Чепчуги, называется населенный пункт, село с четырехтысячным населением, как мы выяснили, где есть школа и есть детский сад. И вам очень понравилось. Игорь, вы написали о том, что там такая существует интересная система, когда без каких-либо припираний родители школьников вкладываются материально в то, чтобы вся эта красота и дальше продолжалась оставаться. Просто я напомню, что у нас же это вызывает какое-то отторжение, да, вот у нас, у кировчан, у жителей области. У нас это называется школьная поборка. Да, у нас все мы прекрасно знаем, что это незаконно, ничего мы там не должны. А вы увидели иную картину, да, расскажите поподробнее. Там каждое бюджетное учреждение на год получает план сбора внебюджетных средств. И директор объясняет так, что особо никого не интересует какими путями, ну, законными, естественно. Главное, законными и не аморальными какими-нибудь. Средства эти будут получены школой. Вот в Чепчугах они организуют платные кружки, хотя вроде бы маленькая школа, 100 с небольшими учеников, но у них есть платные кружки. Большую роль играет пришкольный участок. Они выращивают различную продукцию. И продают. Реализуют ее, и эти деньги тоже направляют вот в этот школьный фонд. Ну, продают-то излишки все-таки, да, наверное, и для себя ведь надо. Для себя что-то оставляют. Да кто же экономишь средств, получается, закупать не надо. Может быть. И так, и так. Ну, конечно, сразу бросилось в глаза отличие населения вот этой республики от нашего Вятского. У нас все-таки, мне кажется, население более свободолюбивое, более независимое и не желающее подчиняться любому постановлению, которое идет откуда бы то ни было. У нас очень много спорщиков, тех, кто вступает в дискуссии. Я ничего не должен. Помни, такой был у нас секретарь Бакати Напкома, да, он когда уехал из области, сказал, самая саботажная область вообще, как я здесь проработал столько. Много несогласных. Нас удивило, например, то, что у них в Высокогорском районе 97% населения приходили на выборы. Мы не спрашивали там. Это кто вам данные предоставил? Это вот глава системы управления образования. Они все это отчитались, что у них все здорово. И мы даже посмотрели по докладам, которые делали представители школы, я не знаю, как в детском саду, но мне бросилось в глаза то, что, в принципе, они очень лояльно всегда относятся к любым документам, которые поступают свыше. Если сказано, вот надо движение юной армии развивать, у них все же оно развивается, у них замечательная форма, это тоже прекрасно просто. Красота очень, я думаю, дорогая, где они, или они централизованы, я не спросил, к сожалению, они централизованы, они эту форму получали, или они сами шили за счет, там, не знаю, родителей. Поэтому, или российское движение школьников, да, у них уже в этой пусть и небольшая школа, но она уже вся вступила в это российское движение школьников, то есть они очень... Так вот, а помните, в чем суть российского движения школьников? Ну, президент Владимир Владимирович выступил... А, это когда заговорили о возрождении пионерии, да? Возрождении пионерии, да, что... И оно и у нас развивается, но у нас все-таки очень много сомневающихся, нужно, не нужно, и меняют то, что предлагается сверху, как-то приспосабливают своим нуждам, берут то, что кажется полезным, больше такой свободы. Там все-таки вот эта линия генеральная, если она определена, то ее все придерживаются. И у меня сложилось такое же впечатление и в отношении взрослого населения, родителей, то есть, если школа попросила деньги на то, что нужно помочь в ремонте кабинетов, то... Ну, ты говоришь, что освещение за счет родителей. Да, ремонт там грандиозный, за счет родителей проведен. Светодиодный, да, вот сказать? Да. Светодиодный. В каждом кабинете у них все сделано. Ну, это, наверное, два фактора объясняет. Во-первых, более высокий уровень жизни населения, то есть, например, если там 500 рублей надо отдать, это уж не так скажется, возможно, на семейном бюджете. Я так для себя это объясняю. Учитывая то, что внешний облик всех этих деревень и сел, домов, изгородей и так далее, он не печальный, а очень даже радует глаз. То есть, более высокий уровень жизни. И это еще лето не пришло. Это еще лето не пришло. И, во-вторых, может, тут в перерыве сказали, это ведь не районный центр. Это, если говорить по-нашему, это глушь. То есть, это как бы вот такой уже в районе поселочек всего. Второй фактор, наверное, это еще больший авторитет образовательных организаций, чем он у нас. У нас-то сегодня школы часто превращаются в таких учреждения для битья. То есть, кто только на них не жалуется, кто только их не проверяет. И что только с ними не делают. Да. Поэтому, а там... Ну, хотя, с точки зрения надзорных органов, у них ситуация абсолютно такая же, как и у нас. То есть, приходят и, независимо от того, чтобы это не происходило, обязательно наказывают, накладывают штрафы. Это же федеральные органы. Они должны одинаково работать. На федеральном уровне принята такая установка, что... Тут ничего не... Так что помощь серьезная была оказана родителями. Это... Ну, она... Помощь-то она... Регулярная, собственно, да? Я думаю, что да. Регулярная. Они обсуждают, чтобы там сделать такого по улучшению материально-технической базы. А в детских садах вы выяснили этот момент у них? Как родители задействовались? Родители каким-то образом задействованы. Я думаю, что это была тема разговора, когда они нас посетят. А, кстати, да. Ваш же ответный визит планируется, да? Да. Обсуждали? Ну, конечно, теперь мы понимаем, что у нас же соглашение, да? Да. Ну, то есть все серьезно? Все серьезно. Поэтому, Игорь Витальевич... У нас ведь не случайно. У нас Корино — это центр татарской культуры. Поэтому... Вообще уникальный татарский поселок, да. Им было очень интересно услышать представителя именно вот этой школы. Она достаточно долго там выступала, рассказывала о тех традициях, которые у них сохраняются. Ну, и, соответственно, я думаю, что им очень интересно будет посетить и его. Ну, и на другие школы тоже посмотреть им будут интересные детские сады. Ну, то есть Корино, как бы такая вот центральная часть эквизита, да? Да, я думаю, что да. Вот именно там и Сабантуй у них проходит. Ну, там тоже настоящий Сабантуй в Корино. Да. Такое же самое. Ну, вы написали о том, как-то, да, задумались по дороге, что где же принимать татарскую делегацию, чтобы как-то... Ну, мы единственное... Не слишком контрастировало это с тем, что там будет. Да, мы единственное, что думаем, что всё-таки не хотелось бы, чтобы было... Понятно, что мы в прошедшем году принимали делегацию писателей детских из Москвы. И они посещали Кирово-Чепецкий лицей или гимназий, сейчас не помню, в Кирове какие-то инновационные учебные заведения, Слободской лицей. И мимо они заезжали к нам в Ахруш. А я их встречал здесь, в Кирове, и вёз. И мне сразу пришлось предупредить, что среди всех образовательных учреждений наши будут, конечно, самые бедные. Да, вот всегда сейчас приходится такую оговорку делать, потому что, ну, действительно, эта бедность, она бросается в глаза. И, конечно, когда гостей принимаешь, это не самый приятный момент. Хотя, если люди, ну, так скажем, глубокие, понимающие, то они приходят, они уже потом не обращают на это внимания, уже занимаются непосредственно содержанием мероприятия, а не внешней стороной. Но нам-то бы хотелось, чтобы и внешняя сторона тоже была, ну, пусть не такая яркая, как в Татарстане, но достойная какая-то. Как говорится, встречают по одевушке, да? Надо какое-то. Внешне это впечатление всегда. Хочется, чтобы его произвели. А что касается содержательной части, ну, вы сказали уже, что в плане реализации вот этого федерального государственного образовательного стандарта вы не слишком отличаетесь, да? Нет, не слишком отличаемся. У нас было очень хорошее выступление начальника управления, она представила район. Причем у нас был такой плюс, они тоже отметили, что они это не использовали. У нас очень активные журналисты освещают жизнь образовательных учреждений. Очень много роликов за год накапливается, как кировских телекомпаний, так и слободская у нас есть телекомпания. И вот из этих роликов, они как бы были иллюстрации, их 5 или 6. То есть вы показали эти ролики, да? Да, эти ролики показали, и они, ну, всегда, ну, профессионально сделаны люди, специалисты их делали, и поэтому они очень здорово вот эту сухую часть, доклады, цифры иллюстрировали. Это, конечно, было здорово. Они отметили, что, наверное, они эту форму используют и где-то потом свой опыт также представят в Татарстане. Потому что это они первый раз вот с таким столкнулись. Ну, такая презентация, да? Да. Полноценная причем презентация. Профессиональная. Да, профессиональная сделанная, да. То есть они до этого еще пока не дошли к своим умам. Да, потом их очень с приятной стороны удивило, фурор даже произвело в аудитории, когда у нас директор Салтыковской школы Сергей Васильевич Перминов, он является преподавателем ОБЖ и возглавляет районно-методическое объединение. А у них одна из главных задач, они летом проводят военно-оборонный, ну, такой оборонный лагерь для юноши 10-х классов. Военно-патриотический такой? Военно-патриотический, да. По программе именно ОБЖ, раньше по НВП. Это много лет уже. И за многие годы были наработаны тесные связи с Мелитопольской дивизией, которая располагалась в Юрье. И они всегда принимали на две недели. И потом, правда, срок это сократили, но на неделю они принимали ребят и, соответственно, показывали. Они неделю жили вот в этих воинских условиях. А все-таки эта дивизия очень мощная, там у них ракетная техника, и они знакомились с этой ракетной техникой. И они сняли сюжет, где ребята катаются на этой технике, такие здоровенные машины, ракеты. И кругом эти ребята, и с автоматами, там у них боевые стрельбы. Конечно, ничего подобного, они сказали, они там не организуют. Вот эта мощь военная в очередной раз сыграла положительную. Ну, это картинка, представь, красивая, конечно. Да, да. Вы что вынесли в своей дошкольной сфере? Чем удивили коллег из Катарстана? Ну, вот я уже говорила, что мы поделились опытом, а они своим опытом работы. И думаю, что дальше продолжим общение. Что-то из того, что там увидели, будете у себя реализовывать? Есть такие кружки? Кружок татарского языка. Ну, в коре нота, наверное, он нужен или он там есть? А вот надо, не знаю, не спрошу. У них татарский язык, кстати, те, кто дети из татарских семей, из семей смешанных, но где есть татары, он фактически там является обязательным, хотя по закону добровольным. Но в неформальной беседе руководители, они признали, что есть специальный отчет, информация, и Министерство образования требует все-таки максимально возможного охвата. — Это особенность национальных республик. — Да, национальные республики. — Они поддерживают татарский язык, добровольно, принудительно получается. Но я не думаю, что там... Я считаю, что это, кстати, и правильно. Вот сейчас мы говорили до передачи о том, что у нас есть, например, марийские школы, и даже и в кого желание есть, они не могут этот язык изучить, хотя вполне это было бы, наверное, нормально. — Мы уже раз вспоминали пижанский район, где 80% населения марийцы, и, собственно говоря, негде учить родной язык, получается так. — Ну и когда все-таки коллеги только вам приедут? Наверное, летом, когда пригласили? — Ну, пока мы не обсудили, да, с ними еще не согласовали эту дату. — У нас-то когда природа красивая, да, что уж другого нет, да хоть природу показать. — Ну, они загорелись, они хотят посетить нас, хотят посмотреть. — То есть просто вопрос еще пока не согласован, когда, да? — Ну, природа у нас красивая, поэтому, конечно, если весна, лето, осень, к нам приехать, они, конечно, не пожалеют, даже из-за природы. Но я думаю, мы постараемся и примем их не хуже. Мы, кстати, не знаю, я вот для себя сделал вывод, что вот в этом я, кстати, научился. Это, думаю, это же надо так принять людей, незнакомых, чтобы у них остались только самые теплые чувства. Но это надо и уметь, и учиться этому надо. — Я почему-то, поговорка почему-то вспомнилась. Незваный гость, хоть же татарин, но это не к месту. — Нам в детском саду вот подарили такие тюбитеечки, заколочки, которые народный головной убор. — Очень красивая. — Очень приятно, да, поблескивает. — Хорошо, завершаем мы на этом нашу программу. Плодотворного и вам сотрудничества, и в дальнейшем, и вот таких интересных встреч. — Ну, когда к вам гости приедут, вы потом тоже к нам придете, да? Расскажете, как это было. — Да, конечно. — Ну, по крайней мере, напишите об этом. Спасибо, Игорь Олин, Галина Оглоблина и Светлана Пысина. На этом мы мужской понедельник сегодня завершаем. Николай Голиков. — И Владимир Смитарин. — Всего доброго, до свидания. — До свидания. — Спасибо. — Спасибо.